Каждый из нас, не раз проходя по лесу, видел коряги, сломанные деревья, пожухшую траву, казалось бы, неприметные для нас предметы, а для кого-то прекрасный материал для творчества. Вот эти чудесные, необычные экземпляры – это направление работы появилось благодаря Клубу природы и творчества. Начинался он совсем с банального сбора листьев, листочков, лепесточков. Жизнь нашего клуба зарождалась именно от флористики, а потом она уже переросла в декоративное панно названия. А потом уже, когда была создана секция при Московском обществе озеленения в 1960 году, образовалась секция декоративного панно. А потом уже к ней присоединилась секция лесная скульптура. И вот нога в ногу эти две секции идут по сегодняшний день. Прошлое десятилетие. Своим необычным подходом к природному материалу клуб был как никогда популярен. Мы приглашались и на международные выставки, особенно запомнилась нашим членом клуба, старейшим членом клуба. Это выставка в Японии в 1988 году, где наш клуб завоевал массу дипломов, наград, поощрений и прочее. Клуб был создан 14 февраля 1960 года. И в нем по сей день есть люди, ходившие в него со дня основания. У нас есть Булич Ольга Николаевна. Ей на сегодняшний день исполнилось уже 100 лет. Да, я старожил. 15 ноября прошлого года, 14 года, ей исполнилось 100 лет. То есть, получается, на сегодняшний день уже 101 год. Это удивительный человек. Она флористка сама по себе. У нее масса учеников. Почему я назвала эти работы экземплярами, спросите вы? Да потому что нет в природе ничего повторяющегося. Каждую соломинку, нарост на стволе дерева, рисунок лепестка природа рисует по-новому. А члены клуба дают дарам природы продолжение, практически ничего не меняя. Слово «природный материал» мы особо говорим о нем, ассоцируя я внимание именно на природный растительный материал. Потому что есть художники, резчики по дереву. Мы себя таковыми не считаем, поскольку мы не резчики, а мы сотворители или авторы с природой. То есть, потому что природа первоначально дает замысел, умысел. Чем уникален клуб? Тем, что на протяжении всего времени он не меняет своего направления. И попасть в него не так просто. Кстати, здесь существует и свой устав, по которому мастера отбираются. Если он подходит под наши критерии, не является он резчиком, а таковых довольно-таки много в России, да. Мы, значит, моментально его или предлагаем ему перейти именно на наше направление, то есть работа с природным материалом. Либо, ну, что греха таить, и отсеиваем этих людей, которые не подходят вот по нашим критериям. Сейчас клубом ведется активная выставочная деятельность. В этом году будет порядка десяти выставок. В Дмитрове третья выставка по счету. На данный момент также работа выставлена в Москве, в Дарвиновском музее и культурном центре «Меридиан». К сожалению, в клубе нет ни одного мастера из Дмитрова. Но, как признался Виталий Кирин, есть мысли создать в нашем городе филиал клуба. Так что сходите и посмотрите выставку «Природа и фантазия». Может быть, в вас проснется желание дать старой коряге новую красивую жизнь. Кроме того, в связи с Международным днем работника культуры, с 21 по 28 марта вход на эту выставку совершенно бесплатный.